Здравствуйте. Вам помощь нужна? За что вас остановили или что-то? Не там встали. А есть доказы, что это вы встали или что? Они вам все показали? Ничего. Есть доказы? Доказы чего? Что его человек нарушил. Смотрите, справа разглядом, тут уже не момент. Смотрите. Вам встали, в принципе, я должен сейчас, нет? Но вам придется, потому что человек не сможет с вами общаться. Почему? Я ему буду просто подсказывать. А вы на кто? Вам нужен адвокат? Мне нет. Вы будете с адвокатом общаться? Нет, мне не нужен адвокат. Не, ну вы смотрите. Вы сейчас пытаетесь тут притягивать усобы до предповедальности. У вас даже видео нет о том, что он сюда парковался. Я поэтому... А нам надо видео? Это вы готовы в мониторинге сказать? Что вы без видео можете притянуть до предповедальности? Вы готовы? Смотрите, а мои доказы то, что я конкретно видел и будю камера снимал, это является доказом или нет? Что он припарковался сюда? Мы по какому конкретно сейчас законодательству с вами разговариваем и о чем... 13.95. Вы изучали вообще инструкцию? Как разглядается админ справа? Смотрите, ну если я вижу, что человек нарушает правила дорожного движения, мои свитчи не являются ли доказом в соответствии с законодательством или нет? Ваши? Да. Рапорт? Я не говорил про рапорт. Вообще то, что я конкретно вижу... А вы не можете, вы не можете. Вы полноважена особа. Вы полноважена особа. И что мне запрещает? В смысле? Запрещает вам без доказов притянуть... Я не надо... Как в смысле без доказов? Но вы сейчас на чем сейчас констатируете свою информацию? Смотрите, я вам конкретно, я вам говорю конкретно. По данным знакам, по 3.34, почему у меня такая позиция? Ваши коллеги нарушают ПДД, а именно, слушайте, становятся по знаке 3.34. Есть видео, есть все. И они идут по 63... Мы уже обратились, идут по 63. Руководство покрыло. Теперь на данный момент я вам просто говорю, без доказательств. Мониторинг сказал, вы не можете притянуть до ответственности без будь каких доказов. У вас видео есть? Возможно, я спорить не буду. Видео у вас есть? Не буду отвечать вам на эту информацию, в связи с тем, кем вы являетесь в данной ситуации. Я тот человек, который видел все обстоятельства, понимаете? Хорошо, и что да. Я там пояснение обратное. На каком стадии с вами находим сообщение, чтобы мы сейчас с вами определили, что я должен... Я вас просто... Просто вы так быстренько сказали, все, справа разглянуто. Справа будет разглянуто тогда, когда будет вынесено постановление. На данный момент... Сначала до конца или в чем... Мне не нужно этого делать. Я знаю, как вы работаете, понимаете? Смотрите, по данной ситуации я с вами никак общаться не буду. По одной простой причине, угадайте по какой. Я ж не могу. Вы не являетесь стороной в данном процессе. Вам... Вы будете с адвокатом общаться? Смотри, зачем мне адвокат? Может вам нужен адвокат? Я просто... Вот смотрите, давайте будем объективны. Кем вы являетесь в данной ситуации? Паковать, вы правы. Он так. Паковать, ну... Мне не нужен паковать себя. Человеку нужен будет, конечно. Я не знаю, нужен ему или не нужен. Это вы у нее спросили. Так вы убежали куда-то от человека. Я зашел с дороги просто. В смысле? До этого вы стояли на дороге. А теперь вы сошли с дороги. Не с вами разговаривать. Я должен сойти с дороги. Я ж не хочу с собой рисковать. А мною можно, да? Я не слышал информации, что данному водителю нужна ваша помощь. И кем вы будете являться, когда он воспользуется вашей помощью? В смысле, кем он будет являться? Кем вы будете ему являться, когда он воспользуется вашей помощью? Паковать с Галузи права. Вы погибает с Галузи права? Ну да. Ну, хорошо. Что хорошо? Не, ну вы, у вас, я спрашиваю, у вас есть видео? А у вас есть отведущее образование, либо еще какие-то документы, подтверждающие, что вы паковать с Галузи права? Ну, у меня диплом дома, к сожалению. Плохо. Можете по этому поводу сделать официальные запросы и вам дадут. Куда вы не сервис образование? Ну, наверное, я ж не знаю. Понимаете? Хорошо сделаем. Мы вам сейчас поможем. Как можно максимально хорошо. Спасибо. Понятно. Позовите полицейского, скажите, сколько мне тут стоять? Как он выписал? Кого? Он уже выписал, пацанам? Ну, он уже этот... Ну, подождите. А 268? А адвоката? А у нас адвокат бесплатно ездит в машине. У нас все есть. У нас полная инклюзия, понимаете? Для того, чтобы полицейские нанесли службу так, как полагается. Вы поняли, да, о чем речь? Поэтому скажите, что без адвоката... Ну... Так он же наклацал. Послушай. То, что он наклацал, я лично вам, бесплатно, безвозмездно, мы пойдем в управление, если не дай бог он вынесет. И мы напишем на них жалобу о том, что они без розыду справа и без доказы вынесли вам постановление. И поверьте, их накажется такое. У нас уже опыт есть в этом. Поэтому... Что у нас человек, задержан, не задержан? Садитесь в дороге. Пожалуйста. Стоишь на разделительной полосе. Вы что на проезжей части находитесь? Садитесь, пожалуйста, с дороги. Но я вообще... Как мне общаться с человеком? Вы... Подождите, вам можно на дороге находиться? Да. Сейчас только на несколько поисков, да. На дороге находиться у вас... Что у вас? Необходимо... Я сейчас не нахожусь на дороге. Да вы находитесь. Не, но вы... У меня есть видео, где вы стоите на дороге. У вас мигалка включена? У меня где? На голове. На голове? Да. Да. Залезай на пункт 3.2. Мне надо на голове включить мигалку сейчас. Ну, вы же говорите, что не здесь. Ладно, давайте к сути. К чему? Мы пришли... Вы будете человеком, а что? Будет розвезд справа. Не знаю. А почему? А вы что, решаете его судьбу? Я до сих пор еще не могу понять. Можно ваша служба по свечению? Это первый момент. Хорошо. Где ваш нагрудный знак? Это второй момент. Все. Значит, я вот не пойму один момент. Кем вы являетесь, что я с вами должен обсуждать какие-то вопросы касательно данного водителя? Ну, можете попробовать игнорировать меня. Ну, я вам задал несколько раз один и тот же вопрос. Я же говорю, фахивейц вы делаете право. Если вам нужен более компетентный человек... Компетентный фахивейц? Ну, человек. А, ничего пока. Сейчас товарищ блогер доснимает свой видеоролик. И можете ехать. В смысле, доснимает и может ехать. Получается, вы его незаконно пытались оштрафовать? Что значит незаконно пытались? А можете показать обратно по 251 фото-видео фиксацию? Я вам ничего... Смотрите, кем еще раз... Скажите, пожалуйста, скажите... Покажите мне, выйдите сюда, чтобы мы на дороге просто не... Скажите товарищам полицейским, пусть вам видео покажут, где вы нарушаете. Если они меня пытаются игнорировать, не бойтесь, спрашивайте. Покажите мне видео. Есть доказательства видеофиксации? Да. Покажите. А можно посмотреть? Ну, у нас сейчас просто камера снимает процесс съемки. Это ваша проблема. Скажите, это и ваша проблема. Мы не можем ее сейчас прервать, чтобы показать. А вы знаете, что вам на обводе запрещено снимать право порушения? 10-26. Опять же, возвращаемся к мониторингу. Откуда такая информация у вас? Давайте вместе с вами. Ну, это официальный регистратор, который... А вы хотите сказать, что вам можно сюда включаться, включать и выключать его? А. Можно класться там и искать видео? У нас есть возможность его включать и выключать, правильно? А видео показывать? Мы не можем пользоваться этой функцией или как? А видео показано не можете? У этого бодикамера есть такая функция тоже. Вы можете туда влазить? Один вопрос. Мы не влазим в саму систему. Мы абсолютно никаких действий с системой, с памятью... Вы готовы это в мониторинге сказать? Смотрите, у этого бодикамера есть функция воспроизведения видео. В чем проблема ее задействовать? Объясните. Вы 1026 читали вообще? О. 1026. Я же вам оперирую теми законами. Давайте конкретно на формулировку, что конкретно там написано. Там написано, что видео... Только смотрите, если вы сейчас будете произносить это своим текстом, словами своими, оно в корне меняет всю суть. А вы знаете его? Можно конкретно прочитать формулировку, что там... Полностью знаете его? Конечно не знаю, потому что надо прочитать конкретно формулировку. Откуда вы знаете, как там написано тогда? Вот, поэтому мне интересно, как там написано? Я же... Для того, что если вам будет непонятно... У меня в автомобиле лежит целая папка... Ага. По 1026, по 1395, по 251... А давайте сразу выходите с конкретно листочком, где конкретно написано... Давайте вы будете выполнять то, что вам необходимо, а потом вы будете умничать, ладно? Службовое посвящение, пожалуйста, ваше. Окей. Это вам запрещено держать вот здесь. Котыхин Олександр Евгеньевич. 2 0 4 на 473. Можно увидеть. Да. Все. Просто не закрывайте. Ну вы же знаете, что... Ну он сумочка, Витя. Я понимаю. Чем вам эта сумка... Необходимо? Ну, чтобы в карманы лишние вещи не ложить, так вот. А она по 718 приказу, разрешено ее таскать? Наверное, не запрещено. Нет. Но я же могу какие-то дополнительные с собой иметь вещи, которые облегчат мою работу. Скажите, пожалуйста, какой у вас батальон? 2. Второй батальон и 1 рота, да? Или какая у вас? Ну, почти вторая. Вторая рота. Можно ваш по свечне? Лымар Артем Олександрович. 0181 661. Все, увидел. Что? До свидания, мы пошли дальше. А что, уже нет претензий к водителю или что? У нас нет из водителя. Нет, мы пошли дальше. Мы работаем. Инспектор, я вас очень сильно прошу и заклинаю. Без доказательств. Без доказательств. Без доказательств. Без доказательств. Либо каких. А именно видео, фиксация, право порушения. А я скажу по-другому. Послушайте меня, пожалуйста. Нормальный полицейский подойдет всегда и скажет. Вы знаете, что тут, допустим, знак 334. То-то, то-то, то-то. Если вы не уберете транспорт засел, я буду рассеяние как нарушение. Вас посылают куда подальше. Да, здесь вы будете вполне правы. Это детский сад какой-то? Нет, это не детский сад. Это я вам говорю как это. Спасибо. Ютуб-канал Водос Харьков. Все. Счастливо. Друзья, ну вот опять в центре под знаком 334 ходили пешие и кошмарили без доказательств водителей. Поэтому, друзья, если нет видео фиксации вашего нарушения, поэтому ни с чем не соглашайтесь и ничего не показывайте. Ну а вы знаете, что делается. Ставим лайки. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Ну а мы погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok